Во-первых, да, во-первых, хочу похотя сказать, что я не встречал людей, которые были бы вегетарианцами и скрывали бы это. Я наоборот встречал людей, которые, став вегетарианцами, немедленно начинали истово ненавидеть всех невегетарианцев. И где бы они ни находились, они немедленно объявляли о том, что они вегетарианцы. Во-вторых, они начинали немедленно убеждать всех немедленно прекратить есть трупы. То есть я вегетарианцев для самих себя не видел никогда. Я видел только вегетарианцев, всегда стоящих на баррикадах и размахивающих репой. То есть вегетарианцы в твоем случае, когда были, они именно употребляли слово «трупы». Они не говорили, что не надо есть место, а именно «трупы». Трупы, трупы, да. Вы трупоеды. Да хуже, даже религии такие нет. Это религиозные. Но я сейчас все это буду, так сказать, раскрывать, если, так сказать, мой. Это первое, что я походя хочу заметить. Второе, что я походя хочу заметить, что меня в последние лет 10 уже чрезвычайно расстраивает Всемирная организация здравоохранения. Вот мне кажется, лично мое мнение, что она все большее количество глупостей говорит. И что самое страшное, она возводит эти глупости в ранг закона. Сначала Всемирная организация здравоохранения объявила, что гомосексуализм, видите ли, не является болезнью. Это просто какая-то вопиющая нелепость, на мой взгляд, абсолютная. А чем является? А? А чем является? По-игде, что? Гомосексуализм-то, я не знаю, что они там объявили. То ли это они объявили, так сказать, какой-то девиацией, которая не носит патологического характера, да? И не имеет, как бы, так сказать, в организме субъекта патологии, то есть субстрата патологии, да? Что совершенная чушь, на мой взгляд. Теперь они объявляют, что вегетарианство психическое заболевание. Ну, хорошо, а тогда я хочу спросить, а, скажем, накопление марок, это не психическое заболевание? Абсолютно нервное расстройство. Нет, подожди, так надо тогда, скажем, ежедневное хождение в фитнес-центр не является психическим заболеванием? Ну, скорее, последствия, что это заболевание. Нет, на мой взгляд, является. Скажем, истовые половые взаимоотношения с автомобилем, когда человек не может прожить, так сказать, минуты или дня, во всяком случае, не открыв капот, не, так сказать, не зайдя в свою машину, не увидев ее, не пощупав. Господин Алл, он тебя влюбленно смотрит. То есть, так сказать, вегетарианство объявлять психическим заболеванием, это как минимум уход от проблемы, как максимум просто ее непонимание. Вот это я считаю, да? Если говорить о вегетарианстве, то оно сопровождается колоссальным количеством заблуждений. Одним из заблуждений является такое заблуждение, что вегетарианство – это явление, вызванное к жизни разными причинами. Говорят, что вот есть такая экономическая причина. То есть, люди становятся вегетарианцами, потому что не могут купить себе мясо. Так это дороже быть вегетарианцем, может, я-то знаю. Ну вот, это, нет, ну это смотря, так сказать, в какой стране ты живешь. Да в любой стране очень дороже. Ну подожди, есть страны, где скотоводство крайне, значит, затруднено. А, в Партугали. Да. Ну я не знаю, какая конкретно страна, но страна, где с трудом выращивают животных, в этих странах мясо очень дорого. И есть люди, которые переходят на вегетарианство, якобы, по экономическим соображениям. Есть такое мнение, что вегетарианство обусловлено религиозными причинами. Когда, например, буддизм там, да, так сказать, индуизм запрещает есть мясо. Хотя те документы, которые, так сказать, были мне доступны, да, значит, буддистского, индуистского характера, переведенные на русский язык, естественно, там нигде не содержится запрет есть мясо. Это, как минимум, неправильно понятая вещь, на мой взгляд. Вот, кстати говоря, гладиаторы в Древнем Риме, например, все были практически вегетарианцами, да, что, так сказать, принято, значит, считать вызвано было к жизни тем феноменом, что им так отвратительно кровь была, которую они проливали каждый день на арене, что они не могли, так сказать, есть ничего связанного с кровью, да. И много-много-много разных, так сказать, причин якобы у вегетарианства есть. На самом деле это тяжелейшее заблуждение. Причина вегетарианства вот такого истового всегда одна, я о ней скажу чуть позже. А причина вегетарианства разумного есть только одна. Это наличие заболеваний, которые не дают человеку употреблять в пищу животные белки. Например, подагра, да, люди, которые страдают подагрой, вынуждены отказаться от красного мяса. Они вынуждены отказаться от употребления каких-то, значит, субпродуктов мясных, да. Или там, скажем, есть просто целый ряд таких, значит, синдромов, которые связаны с затруднением переваривания животного белка. Это тяжелая болезнь, но эти люди не являются истовыми вегетарианцами. Они сожалеют о том, что они не могут есть животные белки. Что же касается, значит, человека, как потребителя, так сказать, пищи, самой природой человек задуман и создан как всеядное существо. Более того, он обязан употреблять белки и растительного происхождения, и животного происхождения. Если он не употребляет эти белки, он наносит своему организму тяжелейший вред. Ну, с тобой как-то говоришь, человек это как свинья. Почему как? Он и есть свинья, просто он мыслящая, членораздельно говорящая, прямоходящая свинья. Ну, свинья мы говорим именно в смысле пищеварения. Ведь не зря же печень свиньи для пересадки печени человеку, да, самый близкий донор. Ну, даже более того, один из самых популярных желудочных лекарств, это Эрмиталик Крион, они делаются вытяжкой из-под желудочных лекарств, где лежат свиньи. Безусловно. Не коровы, как раньше, а именно свиньи, да. Итак, поговорим о единственной причине, действительно имеющей место быть, истового вегетарианства, которое носит характер пропагандистского течения, религии, как ты совершенно справедливо сказал, причем религии человека ненавистнической, потому что вот такие истовые, экстремистской, и вот такие истовые вегетарианцы готовы расстрелять всех, кто носит шубу из натурального меха, да, 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 что это за феномен? Как я уже сказал, в этом смысле вегетарианство только симптом, потому что эти люди страдают часто, так сказать, каким-то видом социальной наркомании. Если они не вегетарианцы, то они, скажем, поклонники йоги истовые, или они собирают марки, или они собирают этикетки к пищечным коробкам, пуговицы от костюмов, этикетки или, значит, от банок консервных, бутылки. А меломания тоже? Меломания, ежедневное посещение, значит, фитнес-центра, любовь к автомобилям бешеная, содержание в своем доме 60 тысяч собак, кошек, тараканов и крыс, рыбок и все. А что такое неболезнь в таком случае? Неболезнь – это рациональное, разумное отношение к самому себе и ко всему. Это понимание своего места в природе и понимание места природы в тебе. Теперь еще раз повторю всю эту философию проще «что это». Что еще не скажешь? Я рассказал сейчас самое главное. Я просто проще не могу, прости. Почему же нарушается это равновесие? Почему вдруг человек начинает истово прилипать к какой-то идее, и не только сам следовать ей, но и нести ее в массы, и расстреливать всех тех, кто к этой идее не принадлежит? Дело в том, что в психологической природе человека существует, как правило, очень часто существует трагический разрыв. Это разрыв между представлением человека о самом себе и так называемым реальным положением дел. Есть такая блатная песня, в которой есть такие строчки. «На словах я лев толстой, а на деле хрен простой». Хорошая песня. Вот замечательная. Вот русский народ, он очень точно в этой блатной песне, я говорю народ, потому что автора не знаю этих строк, вот, так сказать, русский народ очень точно определил суть этого, значит, феномена. То есть ты думаешь о себе, что ты умный, красивый, сильный, обаятельный, прекрасный и всем интересный человек, но при этом ты почему-то на социальной лестнице занимаешь место, с твоей точки зрения, самое ничтожное. Ты сын поварихи и лекальщика, ты живешь в коммунальной квартире, ты носишь плохую одежду и ешь дешевую еду. Ты не можешь позволить себе ничего того, что позволяют себе, на твой взгляд, люди, которые гораздо менее достойны этого, чем ты, и уж во всяком случае ничем от тебя не отличаются. А ты, как я уже сказал, какой-то сапожник, слесарь, столер, рабочий, какой-то врачишка, учителишка, короче говоря, некий ничтожный член социального, так сказать, ничтожный член социума, и ты при этом полагаешь, что ты должен быть достоин совершенно иной участи. Так делается революция. Совершенно верно. Вот когда в психологической структуре человека существует этот чудовищный разрыв, когда он достигает определенной величины, все люди начинают немедленно делиться на три группы. В первую группу входят самоубийцы. Это люди, которые этого разрыва не вынесли и покончили жизнь самоубийством. Во вторую группу входят люди, которые до хруста сжимают зубы, делают над собой неистовое усилие целенаправленное и доводят реальное положение дел до своих мечтаний. То есть это Скарлетт О'Харра. Помните, она говорит, я не буду больше голодать, говорит она. Я сделаю все, но я не буду больше голодать. Тарра будет богатым имением, я буду богатой женщиной, я доведу, так сказать, реальное положение дел до своих мечтаний, до представления о самой себе. А в третью группу и, к сожалению, самую многочисленную входят люди, которые покончить жизнь самоубийством не могут или не хотят, по каким-то причинам. А предпринимать над собой усилия не хотят и не могут тоже. По другим причинам. И тогда вот в эту щель, в эту страшную пропасть заходит наркотик. Что это за наркотик? Компании нелепо образуются, писал Евтушенко. В одних все пьют да пьют, не образуют. То есть одни начинают пить водку, другие курить, третий колоться. Четвертые собирать марки, а пятые держат. Четвертые собирать марки, пятые пластинки, шестые женщин, седьмые пуговицы, восьмые обувь. И вот в эту группу входят и вегетарианцы. И, кстати говоря, гомосексуалисты. Потому что из общей массы гомосексуалистов только процентов 10 есть гомосексуалисты. А остальные это люди, которых сами гомосексуалисты называют собачками. То есть это люди, которые стали гомосексуалистами, чтобы объяснить самим себе, почему они не стали великими художниками или композиторами. Потому что они иные, не такие, как все, и общество их не пускает. Так вот, в качестве механизма присваивания себе ярлыка иной выбирается очень часто вегетарианство. Кстати, Юра, где-то береги, секундочку, небольшую ремарку. Да, ради бога. Вот сейчас вот то, что говорила, я подумал, и мне показалось абсолютно право. Знаешь, в чем он сравнивает все эти разные категории людей? Возьмем, ты же сам меломанов, которых я хорошо знаю по многим причинам, по миллионам причинам. Я знаю просто людей, которых можно было обсуждать с алкоголиками. Они просто все деньги тратили на пластинки, они тянули из семьи, воровали буквально. Совершенно верно. Готовы были продать нужную вещь дома, чтобы купить какую-то пластинку или еще что-то. И то же самое, наверное, я знаю, коллекционеры книг, которые не читали эти книги. Совершенно верно. Абсолютно. То есть, на самом деле, ты абсолютно прав в этом. Ну, конечно. Так это не я прав. Люди, гораздо более умные, чем я, сказали все это давным-давно. Я просто, если хотите, суммирую некую, извините за автологию, некую сумму знаний вам, да, так сказать, даю. Другое дело, это давно известные вещи. Что вот человек занимает вот этой искусственной идеей, он заполняет пропасть между представлением о самом себе великом и собственным социальным ничтожеством. Причем, что интересно, мысли о своем социальном ничтожестве иногда приходят в голову и людям, которые со стороны кажутся нам блистательными, совершенно состоявшимися, богатыми. То есть, скажем, миллиардер или великий народный артист, или прекрасный балерун, или оперный певец, они все равно могут думать, что они не достигли того, чего они достойны, и у них все равно вот в эту щель заползет либо предмет коллекционирования... Мне придется компенсация. Совершенно верно. То есть, это не обязательно только люди, которые являются сапожниками, не знаю, грузчиками, бомжами, нет. Мне кажется, они как раз здоровее в этом плане, потому что они чутко представляют определенную грань, которая им нужна, у них нет этой болезни. Ты можешь быть. Я просто хочу сказать, что всем известные социальные счастливцы и удачники тоже вполне могут страдать этим недугом, на самом-то деле. Поэтому не надо думать, что речь идет только о нищих и обездоленных. Так вот, как отличить вот этого человека, вот этого носителя истовой идеи, который изо всех сил старается заполнить вот эту пропасть в своей психологической структуре, как от истинного вегетарианца отличить? Чрезвычайно просто. Человек, который не ест мясо, потому что не может его есть, он сожалеет об этом. Он не несет это над своей головой, как знамя, не призывает никого этому следовать, не испытывает ненависти к тем, кто мясо ест. Наоборот, он говорит в компаниях, к сожалению, я не могу эту котлетку себе позволить, у меня подагра, говорит человек. Вот он, собственно, вегетарианец. Вот он вегетарианец. Он им стал по нужде. Еще одна ремарка. В таком случае сюда же мы отнесли и людей, которые по-настоящему предложим бросили курить. Они просто бросили, они не бегают, не заставляют никого друг друга бросить. Нет, они бросили курить. Человек говорит, я был вынужден. Нет. Он говорит, я, к сожалению, я очень, у меня, кстати, масса таких знакомых. Человек говорит, я очень любил курить, но я, к сожалению, был вынужден бросить курить, потому что у меня развился облитерирующий эндертреид. У меня заболели ноги, врачи мне сказали, что мне грозит ампутация, если я немедленный. Поэтому я до сих пор, говорит он с улыбкой, смеясь над собой, мне до сих пор снится, как я курю, но я просто... Ну как, у нас с тобой есть общий знакомый, который кончится с электронной сигаретой, потому что он не хочет даваться от процесса, он не может курить. Но он же, когда он видит кого-то из курящих компаний, он же не говорит, немедленно бросите курить. Это отвратительно, это вредно, это фашизм, это что вы делаете? Как только вы видите вообще истового пропагандиста, чего бы то ни было, любой идеи, пусть самой замечательной, даже гуманизма, даже всеобщей любви, даже пацифизма, даже я не знаю вообще чего, Как только вы видите кого-то на баррикаде, с развивающимся над потной башкой флагом, знайте, что этот человек к этой идее не имеет никакого отношения. Он просто выбрал ее в качестве шлаковатой, для того, чтобы заполнить пространство между двумя слоями стен своего дома. Только так он может существовать. Если он эту идею не будет, так сказать, нести над собой как флаг, он погибнет от внутреннего раздрая. Поэтому, когда Всемирная Организация Здравоохранения объявляет вегетарианство и сыроедение психическим заболеваниям, это тяжелейшая, грубейшая ошибка. Это обвинение следствия в том, что оно следствие, виновата в том, что оно якобы причина. Это подмена понятий. Вот эта семья, я просто хочу вот эту... Откуда она? Значит, из Испании эта семья, да? Да. С малой. Люди готовы убить себя и своих детей только для того, чтобы в своем сознании сгладить вот эту пропасть между представлением о самих себе и истинным положением вещей. Вот до каких чудовищных представлений. Ты прав совершенно. Все революционеры, все социальные маньяки, все, как я уже сказал, носители вот этих неистовых идей, эти люди занимаются только одним. Они заравнивают пропасть между представлением о самих себе и истинным положением дел. Хау? Я все сказал, да. Ну, собственно говоря, поэтому... Нет, это я сказал, может, Сашенька... Да нет, ну тут, в общем, на самом деле, Юра сказал самое главное, и добавить по существу нечего, повторять не хочется. Ну, да, да, любые, расширяя немножко эту тему, о чем ты, впрочем, тоже говорил, любые пропагандисты, самое страшное дело. Вот это ощущение мессианства, это, я думаю, что, возможно, вот это и есть болезнь. Конечно, безусловно. И другое дело, что как лечить вот именно эту болезнь? Как лечить? Вот, да можно я скажу, как лечить? Нужно. Велкам, доктор. Я считаю, глубоко убежден, что громадное количество социальных потрясений, личных трагедий, человеческих несчастий связано с тем, что никто не берет на себя ответственность и долг разговаривать с людьми. Людям надо объяснять, надо говорить им, что с ними происходит, надо объяснять им, чем вызваны к жизни их поступки, надо раскрывать перед ними истинную причину их деяний, мыслей и желаний. Надо заниматься просветительской деятельностью. И, на мой взгляд, ну, то, что власть не занимается ею, это понятно, почему она это делает. Власти не выгодно, чтобы люди были умны. Власти выгодно, чтобы люди оставались баранами, подверженными массе страхов и заблуждений. Но у меня огромная претензия к врачам, к психотерапевтам и к педагогам. То есть к тем людям, которые каждый день сталкиваются с колоссальным количеством людей. Мне кажется, в всяком случае, я этим занимаюсь. Вот я использую все возможности для того, чтобы объяснить человеку, чем на самом деле вызваны истинные причины его страдания. То есть ты как доктор этим занимаешься? Как доктор, как психотерапевт. Я разговариваю с людьми и объясняю. И говорю, послушай, говорю я человеку, ты не ненавидишь свою маму. И мама твоя не ненавидит тебя. Истинные причины отсутствия взаимопонимания между тобой и матерью заключаются вот в этом, вот в этом и вот в этом. Понятно, что истина в ее конечной инстанции мне недоступна. Понятно, что то, что я говорю, это мой взгляд на вещи. Но очень часто мой взгляд на вещи помогает человеку посмотреть на себя со стороны, другими глазами. И увидеть, что он попал в ловушку непонимания, незнания. В конце концов, не могут все закончить психфак МГУ. Нет, ну для этого и нужно обращаться к кому-то, даже не обязательно к психологу, чтобы услышать что-то со стороны. Совершенно верно. Человек может сам понимать, но даже услышав свои слова со стороны. Правильно, золотые твои слова. Мы можем многое понимать, но не верим сами себе. И когда нам это же, то, что мы знаем о себе, говорит сторонний человек, другой, у нас наступает катарсис очень часто. Но не любой. Не любой, не любой, не любой, не любой, Саша. Да, институт психоаналитиков и так далее. Да, это все не просто так. Нет, не просто так. Там вообще все не просто так. Я согласен. Это мы постоянно открываем здесь Америки. Я согласен. Вместо того, чтобы просто очень внимательно смотреть и учиться. Я согласен. Но я, например, вот совершенно изумлен. Почему до сих пор в России нет, скажем, психологического радио? Почему есть? Что это? Где оно? А ну интернет, интернет-радио. А, ну это же... Конечно. Они борются. Есть психологическое радио. Да. Очень интересное радио, интересные передачи. Я знаю, пси-радио, да. Но они борются за эфиром. Но это интернет-канал. Вот. Но будет. Но это необходимо. Это насущная необходимость. Люди в России настолько истеризованы и психопатизированы, что им необходимо каждый день объяснять что-то. Я не понимаю, почему нет соответствующих печатных. Ну, то есть, я еще раз хочу сказать. С людьми надо разговаривать. Юра, говорят, что ты не понимаешь, ты прекрасно понимаешь, почему все это не развиты. Да, потому что роль личности. Должна быть равна нулю. Конкретно взятая страна, приближается к нулю, была нулю. И чуть-чуть сейчас отошла на одну, не знаю, миллиардную процент. Ну, да, согласен. Да, абсолютно. И это причина всех причин. Безусловно. Человек здесь пыль. Там не пыль. Не пыль. Поэтому там, кстати говоря, люди не разговаривают. И вообще разговаривают, объясняют. Институты общественные существуют. Выработанные десятилетиями и столетиями. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Одна, кстати, из самых популярных психотерапевтических, скажем так, примочек, которая в России не существует, которая мне очень нравится в Америке, по-моему, в Европе тоже есть, это группы. Когда собирают группы по тем или иным видам. Да, да, да. Какие-то побитые жены. Да, да, да. Резеты просто рассказывают. Свежи, молодцы. Да, вот это как бы та история, которая в России не существует. Вот в этом выговорении, кстати говоря, да, вот в этих вот словесах и беседах очень часто проскакивает искра смысла. Когда у человека открываются глаза. Почему он попал в эту ловушку? Что с ним случилось? То есть, иными словами, кто-то, придя один раз на встречу и услышав свою собственную фразу, может больше не прийти, потому что он излечился. Да, совершенно верно. Да. Но вот в данном случае, опять же, возвращаясь к основе темы, Саша, я тебе впервые в жизни, по-моему, куда-то вернул. Вот. Мне вот сейчас вот хотелось бы окончательно понять. То есть, ты считаешь, что вот решение ВОЗ в данном случае, оно... Неверное абсолютно. Неверное. Не вегетарианство надо объявлять психическим заболеванием. Потому что... Амиссианство. Ну да. Потому что в данном случае таким же, может быть, злом является, но, предположим, я помню, при советской власти очень многие группы, нужно староверы, попадали. Потому что жили не так, как принято было в советском обществе. У них отбирали детей, потому что они не так их воспитывают, не пускают в школы и так далее. То есть, очень много групп всяких социальных, которые, по мнению некой организации, наносят вред своим детям, себе и так далее. То есть, вот это попадает сюда? Нет, ты путаешь, мне кажется. Может быть, я обязан путать. Ты путаешь. Я вот о чем я говорю, да? Я говорю о том, вот Саша правильно сказал, да? Что крайний вред обществу наносит вот это мессианство ужасное. Ты лично сам вправе исповедовать, скажем, любую идею. Ты хочешь быть вегетарианцем? Будь им. Ты хочешь собирать марки? Собирай. Ты хочешь, я не знаю, что ты делаешь, там пластинки... Но лично ты не тяни туда детей, там жены. Совершенно верно. Лично ты. Не тяни никого туда. Не заставляй, не принуждай, не волоки. Говори всем одно и то же. Мне это нравится. Не будь пропагандоном. Не будь пропагандоном. Совершенно верно. Не надо. Потому что ты пропагандон дырявый. Штопанный. Штопанный. Колючей проволокой. Вот. Поэтому я считаю, я считаю, что каждый человек может подпасть под власть некой идеей. При этом он должен отдавать себе отчет, почему он подпал под ее власть. Что это за идея. Что она лично ему приносит. Совершенно верно. Но он не имеет никакого права насильно людей туда тащить. Объяснить. То есть ты в гостях не ешь мясо. Тебя спрашивают. Скажите, пожалуйста, вы не едите мясо? Ты должен говорить, да, я не ем мясо. А почему вы не едите мясо? Скажи, ну, мне кажется, что когда я ем мясо, я, так сказать, наношу вред окружающей среде. Это уже пропагандонство. Нет, ты говоришь, мне кажется. Ключевая фраза. Мне кажется, мое мнение. Мое мнение. Мы вообще никогда не говорим, что по-моему. Мы всегда говорим тотально. Я всегда говорю, вот. Подожди. Ну, ты говоришь. Кстати говоря, я знаю одного вегетарианца, который попал в эту штуку по идейным соображениям, чтобы не есть трупы животных. Но когда он прочел одно из последних исследований биофизиков американцев, да, что растения обладают сенсорной чувствительностью, и что сок растений есть их кровь, и что поедение растений это тоже поедание трупов. И вот это уже моя личная претензия к людям, которые называют себя вегетарианцами. Причем я сейчас говорю, в общем, об истинных вегетарианцах. Да. Я хочу понять, искренне понять, где пределы. Ребята, если это то, что вы исповедуете, да, вы даже не хотите это пропагандировать, вы пришли к этому сами, это ваше убеждение. Но, как мыслящие люди, вы должны понимать, что вы заблуждаетесь, потому что вы ограничиваете. Вот это можно, а это нет. Но ведь, следуя вашей логике, нельзя есть растительный мир. Растение тоже, конечно. И сок травы это кровь ее. Абсолютно, почему нет? И значит, вы приходите к идее того, что, да, понятно, есть нельзя, это ваш выбор, значит, вы осуждены, обречены умирать таким образом. Я уважаю ваш выбор, значит, если, опять-таки, не пропагандомство. Да, да. Есть люди, которые, благодаря своим убеждениям, уходят из жизни. Ну что ж, это их выбор. Да, но тянуть-то за собой других не надо. Но просто истинность вашей религии, как бы, она у меня вызывает, да, вот эти системы ограничений. И потом, почему говорят, что не надо есть трупы, я вот этого не понимаю. Если бы они говорили, не надо убивать животных, чтобы их есть, мне было бы гораздо более понятно. А они говорят о том, что, ну, типа, уже убиты, да, но мы есть... Как-то странно. Про убийство животных, кстати говоря, и про убийство рыб, есть прекрасный выход из этой ужасной дилеммы, который назван Даниилом Андреевым в Розе Мира. Даниил Андреев говорит, что убийство животных и рыб ради развлечения есть действительно преступление. Но если человек убил животное или рыбу, чтобы спасти свою жизнь, ну, то есть, утолить голод, не умереть от смерти, это преступлением не является, потому что в иерархии природы жизнь человека стоит дороже, чем жизнь барана. Ну, условно говоря... Не, 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 мы просто со всех сторон это вертим кристалл. То есть, люди, которые называют себя вегетарианцами, замахиваются на мироустройство. Во-первых, они неграмотные, они многого не знают. Я просто констатирую, да? Во-вторых, они психопаты, как правило. Об этом мы уже поговорили. А поэтому стучаться в их разум, Саша, ну... Да, ну просто это еще одно. И человек, как говорит, ВОЗ их надо лечить. Вот. Так их же надо лечить. А ты говоришь, ВОЗ неправда. Так надо же лечить не потому, что они вегетарианцы. Не надо вегетарианц... Совершенно верно. ВОЗ и говорит, они психопаты. Так объявите вегетарианство симптомом психопатии. И не вегетарианство объявите болезнью, а психопатию, которая вызывает к жизни вегетарианство. Вот ведь что? Чего я-то прошел? Это сложно документировать. Это очень просто документировать. Такая-то, скажем, объявляется психическим заболеванием истероидная психопатия, к примеру. Одним из симптомов истероидной психопатии является демонстративное поведение. Одной из форм демонстративного поведения является вегетарианство. Вот и все. А также собирание марок, пластинок. Да, безусловно. Или публичное хождение в голову. Да, безусловно. Слушай, когда мы изолируем всех этих людей, исчерпнуть пробки... Не надо их изолировать. Ну, я... Им надо рассказать, что их поведение ненормально. И когда они узнают, что их поведение ненормально, многие из них немедленно бросят это. Слушай, я боюсь, если начать изолировать тех людей, в первую очередь, придется изолировать тех, кто ездит на мигалках. Сейчас возьми. Нет, на этом и пойти. Власть, власть, да, власть один из самых распространенных материалов для заполнения трещины между представлением о самом себе и истинным положением дел. Это неэльфаический символ. Да. Власть, власть, деньги. Так можно? Да, да, вот в него пальцы. Вот так можно? Да. Спасибо. Или вот так. Нет, это же как? Это же надо только в себе. А, ладно, в себе. Ну, хорошо. Власть, да, да. Вот смотрите, я все-таки хочу вернуться к этой мысли о том, что вегетарианцы замахиваются в волю. Вольно или невольно, а базовые принципы мироустройства. Совершенно верно. Если бы они были последовательны в своих убеждениях и докрутили бы до конца эту мысль свою о том, что нельзя не только это, но тогда получается, что нельзя это, 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 тогда нельзя жить. Совершенно верно. Люди на этой планете, в этой системе ценностей не могут жить. Они пришли к убеждению, что им здесь не место. Да, все. И все. Да. Потому что ты все равно, даже если ты не ешь, так сказать, ничего животного, ты ходишь по земле, и ты наступая убиваешь те живые существа. Ежесекундно. Ежесекундно, которых ты не видишь. Вот, вот, вот где вся штука. Понимаешь? Ты же, ты убийца, все равно. Они, они, они лукавят. А ты хотя воду убиваешь, сколько живых? Папах, ты, конечно, одна да. То есть, на самом деле, даже истинные вегетарианцы, истинные, про других я просто не говорю. Да. Они лукавят. Конечно. Они не лукавят, у них выбора нету. Они же не говорят о том, что это религия. Ребята, они не лукавят. Я хочу, чтобы это прозвучало, чтобы мы услышали, что они... Да, ну хорошо. Я тебе хочу сказать, вот я хочу сказать, да. Вот я с удовольствием бы пил красное вино, мне его нельзя. Я что лукавлю-то? Мне нельзя его. Я не говорю, что оно яд, оно классное, оно полезное для здоровья. Ты не вегетарианец, я говорю сейчас обычный. Нет, вот он... Я про красное вино. Он говорит о том... Кто пришел к тому, что он делает, не потому что ему нельзя. Нет, ему все можно, он абсолютно здоров. Но в какой-то момент вдруг в нем поселяется идея. Нельзя есть все то, что живет в полной женщине. Это он сошел с ума. Он сошел с ума. Вот. Да. Вот я к чему говорю, что эти люди реально психически нездоровы. Совершенно верно. И это серьезные проблемы. Совершенно верно. И серьезные болезни. Но вегетарианство в данном случае не диагноз, а симптом. Ну да, симптом. Один из. Да. Совершенно верно. И на это можно ставить точку, что мы уже по пятому кровопу идем, собственно говоря. Ну мы же сами себе все объясняем. Да. Будем здоровы. Да. Ешьте все, но в разумных пределах. А я знаешь, что вспомнил? Это, по-моему, меньше сказал покойный, да? Когда его спросили, а нет, по-моему, это Сергей Раднический сказал. Вот. Когда его спросили, а пришла одна из прихожан, она сказала, а что вот можно, вот будет пост скоро, видите, сейчас у вас идет пост, да? Что же, говорит, можно есть? Он сказал, говорит, ешьте все, людей, главное, не ешьте. Замечательно. 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 Да. Перестаньте уже жрать людей, черт подери. И главное, самого себя. Редактор субтитров А.Семкин